МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Татьяна Трохимова. Смотрите сегодня. Время собирать. В Республике в полном разгаре уборка зерновых. Трагедия на Московском проспекте. В Чебоксарах автомобиль насмерть сбил велосипедиста. Вдох глубокий, руки шире. Подростки сдали нормы ГТО. Завершить работы в сжатые сроки и не допустить простоя. В Чебоксарах продолжается строительство кадетского корпуса и благоустройство парка. Сегодня с инспекции на объект вновь приезжал глава Республики. Все подробности у Дмитрия Ковалева. Еще год назад на этом месте был заброшенный пустырь, а в роще за Дворцом культуры трактора строителей, густые поросли самосева и горы мусора. А сегодня кипит работа. Уже в конце августа здесь откроется кадетский корпус. Его строительство вышло на финишную прямую. Новый объект растет на глазах, отмечает почетный гражданин города Чебоксары. А ведь именно благодаря Ивану Долгушину здесь был возведен Дворец культуры. Какое совпадение? 25 лет Дворцу культуры тракторного и первый год, когда будет запущена школа кадетская имени Кочетова. Я думаю, что она будет лучшая в Приволжском федеральном округе. Потому что этот массив мы превратим в жемчужину города Чебоксары. Это будет один из лучших парков республики и города. Темпы нормальные, темпы хорошие. Школа будет обязательно сдана 1 сентября. Жители Новоежного района будут только радоваться тому, что эту школу запустили. Ход строительных работ находится под личным контролем главы региона. Каждый день Михаил Игнатьев проводит планерку с подрядчиками, отвечающими за сдачу объекта и руководителями органов власти. Составлена дорожная карта окончания работ. Все идет по графику. Срыв недопустим. Какие вопросы? Не запустим. Сколько сегодня уйдет? Первая смена, вторая смена? 70 будет первой смены. Вторую? Подрядчик. Вторую также посмотрим. Уча 30 составим. На строительстве кадетского корпуса работают около 300 человек. Готовность объекта превышает 90%. Задача на ближайшие дни завершить отделку кабинетов и приступить к монтажу необходимого для учебного процесса оборудования. Опытным специалистам помогают и волонтеры. Для студентов техникума строительства и городского хозяйства это отличная практика. Мы здесь работаем второй день с друзьями на кадетскую школу. Пришли сюда добровольно. В данный момент мы тут благоустраиваем территорию бетонированной поверхности для тротуара. Мне своего времени не жалко. Я просто нарабатываю опыт. Иван Долгушин считает, что внести свою лепту в строительство кадетского корпуса должен каждый. Люди с удовольствием ходили на субботники. Ходили на воскресники. И это было что, плохо или хорошо? Я отвечу, хорошо и здорово. Если сюда придут волонтеры, придут папы, придут мамы, да и все желающие и своим трудом сделают все для того, чтобы школа была чистенькая, помытая, аккуратная, красивая. Критиковать очень просто. А вот строить, возводить и сдавать тяжелее. Вы себе построите, сделайте и скажите. А вот нам никто не помогал. Чемпионат мира был. Что, без волонтеров обошлись? Не обошлись. А что ж в родной-то Чувашии нельзя помочь тому, кто, как говорится, строит? Да это себе дое дело. Принять кадет сейчас готов спальный корпус на 250 мест. Строительство еще одного жилого блока на 150 человек планируют завершить до конца недели. Здесь создадут прекрасные условия для подготовки летчиков и моряков. Кадетам будет комфортно учиться, жить и заниматься спортом. Немало ребят в Чебоксары приедут и из других регионов. Хорошо, что будет для детских корпусов я буду шутка. Где учиться еще? Пусть учатся. Тем более военные там вроде будут. Совсем по-другому сейчас выглядит и парк. На его благоустройство по программе формирования современной городской среды направили 75 миллионов рублей. Комфортных мест для отдыха в этом микрорайоне не было вообще. Открытия парка горожане ждут с радостным нетерпением. Работы в Кадетском парке завершаются. Укладывают брусчатку, прокладывают пешеходные дорожки и монтируют фонтаны. В парке разобьют цветочные кломбы, посадят деревья и декоративные кустарники. Дмитрий Ковалев, Бахтияр Велиев и Игорь Зверев. Республика. Между тем, сотрудники ГИБДД призывают всех, кто ездит на велосипеде, соблюдать правила дорожного движения. Пренебрежение ими смертельно опасно. Так, сегодня на Московском проспекте около театра опера и балета насмерть сбили велосипедиста. По предварительным данным, велосипедист двигался со стороны северо-западного района в сторону залива по краю встречной полосы и резко вырулил на середину проезжей части, где его сбил Volkswagen Polo, сообщает портал на связи. По словам очевидцев, автомобиль не превышал разрешенную на данном участке скорость. Обстоятельства выясняются. Идут на рекорд и, похоже, закончат первыми в районе. Сотрудники хозяйства комбайн Яльчикского района к выходным планируют закончить уборку зерновых. Между тем, по республике пока скошено чуть больше третьей посевной площади. На работу комбайнеры выходят еще до того, как выпадет роса. Вместе с идеальной в этом году с точки зрения аграриев влажностью зерна 12-14%. Это позволяет не тратить силы и время на дополнительную просушку. В этом году в хозяйстве должны убрать 1355 гектаров. По площади это почти как 1940 футбольных полей. Урожай средний выходит 35 сетнеров. В прошлом году мы купили марафон, одевую общенницу дал 47 сетнеров с гектара. По словам аграриев, этот сорт устойчив к капризам погоды и болезням. Не все зерно пойдет на муку. Значительную часть урожая продадут хозяйством как качественный семенной фонд на следующий год. В Чебоксарах завершается подготовка к празднованию Дня города. Огромное количество сюрпризов традиционно ждет жителей и гостей столицы Чувашии. Торжества в честь Дня рождения любимого города будут проходить на десятках площадок. Самые масштабные в центре города 17, 18, 19 августа. О самых интересных нам рассказала заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Алла Салаева. Красная площадь будет полностью отдана детям. Наверное, мы делаем это впервые, когда и предприятия городские, и наши творческие лаборатории, студии, вся отрасль образования включилась в единопорыв создать площадь для детей. Необходимо брать ребятам, мам, спав за руки, родителям своих детей и приходить на Красную площадь. Почему? Потому что будет развернуто более 20 различных тематических площадок. Театр кукол построит свой шатер, где будет проходить театрализованное представление. Центр Красной площади будет занимать город будущего, который сегодня уже, мы просто не замечаем этого, строится вместе родителями, детьми, воспитателями. И это будет город проспект Ленина из больших коробок. И дети нарисуют тот город будущего с нашими основными зданиями, какие они хотят видеть. Возможно, это будут совершенно другие краски и цвета, которыми они раскрасят этот город будущего. Будут установлены большие сковороды, на которых будут жариться блинчики с различными джемами. Мороженое, лимонады, пирожные, яблоки в глазури, сахарная бата, кукуруза, лимонады. Мы попросили наших предприятий торговли и общепита именно сделать этот вкусный, вкусный праздник для детей. С 19.00 уже площадь будет отдана молодежи, будет выступать молодежная группа прогульщики из города Казани, а в 20.00 и владыка Варнава, и глава Чувашеской Республики, глава администрации, глава города Чебоксара поздравят нас всех с праздником, с днем рождения нашего любимого города. Будет замечательная театрализация на трехэкранах, на главном сценическом комплексе, который готовит сотни наших артистов, еще раз подчеркнут историю нашего уникального города. После этого будет концерт Игоря Николаева, споем вместе все песни про те, которые в сердцах, про любовь, про добрые моменты, и в 22.00 будем аплодировать и радоваться, глядя на небо над Чебоксарским заливом, наблюдая за фейерверком, который нам дарит Чапаевский завод. В селе Сугуты Батаревского района уже более 30 лет работает настоящий детский театр «Кукол». За это время дети под руководством педагога Веры Кузнецовой поставили десятки пьес. Одну из постановок увидели и мои коллеги Алина Сусметова и Игорь Зверев. Петя, Петя, петушок, золотистый репешок, вытренний окошко, дам тебе горошку. Виолетта Чиркина в спектакле играет одну из главных ролей «Лисичку». Репетиции каждый день, но это только в радость, признается юная актриса. Хожу в кукольный театр к Вере Федоровне. Она очень хороший и добрый руководитель. Мы каждый год ходим и выступаем. Мы сами делаем куклы, шьем игольницы. Кукольный театр вырос из школьного театрального кружка. Главный идейный вдохновитель, руководитель, режиссер, декоратор и костюмер Вера Кузнецова. Первый спектакль со своими учениками поставила 32 года назад. Своими руками шили кукол, приготовили реквизит. Вначале ребята выступали в стенах родной школы, позже стали гастролировать по соседним деревням, стали участвовать и в различных конкурсах. Наши внуки живут в городах, но они на лето приезжают к нам. Она занимается и с ними. И дети, это очень хорошо, потому что она их развивает, чтобы просто так дети не бегали на улице. и с ними занимаются. Ну, у них развивается кругозор. Дети участвуют в республиканских и в районных конкурсах. Сегодня детский кукольный театр в Сугутах по праву носит звание народный. В репертуаре 17 спектаклей на двух языках, русском и чувашском. А в копилке дипломы и грамоты самых различных республиканских фестивалей и конкурсов. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Игорь Зверев. Республика. Мир безграничных возможностей. Лозунг участников веломарафона слабовидящих и незрячих. Сегодня велосипедисты приехали в столицу Чувашии. Как спортсмены преодолевают путь, расскажет Юлия Важанина. Шесть стран, 30 городов, 5000 километров. Именно столько должны преодолеть эти спортсмены. В августе они стартовали из Астаны, а финишировать должны в Париже в сентябре. Каждый день рассчитан по минутам. 150 километров столько в среднем за сутки преодолевают велосипедисты. Еще вчера они были в Казани, а сегодня приехали в столицу Чувашии. Основная миссия нашего проекта это социализация людей с ограниченными возможностями здоровья. Это показать на своем примере показать о том, что есть путь другой, то есть, когда мы берем авторство за свою судьбу, за свою жизнь, сами в свои руки и показываем, делаем такие проекты. Бахтияр Базарбеков возглавляет колонну веломарафонцев. Несмотря на то, что у него всего 5% зрения, он ездит самостоятельно без помощи пилота. Остальные же участники движутся в тандеме. У Мурата Альджанова врожденная катаракта, но это не мешает ему заниматься спортом. В велопроведе он участвует уже второй раз. Для меня немало важно, конечно, посмотреть весь мир, посмотреть, ну не весь мир, а частичку, ну и конечно же, чтобы больше людей с инвалидностью занимались спортом. И я думаю, мы будем как мотивационная площадка. В его глаза пилот, или проще говоря напарник Марат. Он задает направление, Мурат вместе с ним крутит педали. Кстати, у участников не простой велосипед, а специальный двухместный. С Муратом мы знакомы второй год, уже притерлись, потому что самое главное здесь в тандеме, и пилоты из Токио должны быть на одной волне, чувствовать друг другу. Мы хотим показать мир незрячим людям. То есть, если говорить проще, то есть, если убрать какие-то другие цели, мы рассказываем и показываем окружающий мир. Они могут чувствовать запах и аромат, чувствовать ветер в лицо, то есть, погоду всю, новых вот этих стран и городов. А мы просто это описывая словами, мы даем им возможность все это представить себе. Следующая точка марафона Нижний Новгород. Туда спортсмены прибудут уже завтра. Кстати, за их передвижениями можно следить онлайн через специальные приложения. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Александр Петров, Республика. ГТО со звездой. Сегодня к этому проекту Общероссийского народного фронта присоединилась и Чувашия. Нормативы попробовали сдать ребята, которые отдыхают в лагере «Жемчужина». Диана, настоящая спортсменка, легкой атлетикой занимается с 12 лет. О нормах ГТО знает не понаслышке, но официальный значок пока не получала. Мы сдаем в школе нормы ГТО. У меня все на пятерку. Больше всего у меня получается бег на длинной дистанции 2 километра за 2 минуты и 50 секунд. Бег, подтягивания, пресс. Даниар готов сдать любые нормативы. Золотой значок он получает каждый год. Сегодня я потянулся 12 раз. Это для меня очень хороший результат. Нужно развиваться, мотивировать себя, становиться лучше. Главное в любом спорте – разминка. Так что перед тем, как попробовать свои силы в сдаче норм, ребята подготовились. Член сборной команды России по самбо провел зарядку. Веселые движения повторяли даже самые маленькие пионеры лагеря. ГТО – это в первую очередь как бы ты себя проверяешь. Насколько ты готов, насколько готов твой организм. Кто сдает нормативы ГТО, тот более себя, как бы, лучше чувствует. И они, как бы, более активны по жизни. Нормы ГТО со звездой сейчас сдают в 85 субъектах страны. Сегодня мы первый раз проводим данную акцию в лагере «Жемчужина». И будем также проводить данную акцию в течение года. Там во всех, постараемся во всех детских, оздоровительных учреждениях республики. Постараемся разных спортсменов, таких выдающихся спортсменов нашей республики звать собой. Если вы еще не сдали ГТО, тогда звезды спорта и ОНФ идут к вам. Екатерина Карпова, Анастасия Лангина, Валерий Лизуков, Республика. Уложил одной левой. Чувашский спортсмен Роман Никитин одержал блестящую победу на первенстве мира по тайскому боксу среди юниоров. Турнир проходил в Таиланде. Более тысячи бойцов из 84 стран мира вышли на ринг, чтобы в честном бою показать свои лучшие боксерские качества и характер. Как добываются трофеи? С чемпионом встретился наш корреспондент Рифат Фаткулин. Такими ударами можно свалить и быка. В тайский бокс Роман Никитин пришел всего 4 года назад, но уже сумел добиться впечатляющих результатов. Стал чемпионом мира. И это в 15 лет. Тайский бокс или муай-тай очень жесткий спорт. Удары здесь можно наносить кулаками, коленями, локтями. Разрешены захваты и броски. Именно поэтому единоборство называют боем восьми конечностей. Нокауты и травмы обычное дело. Причем во время боя категорически нельзя показывать свою боль. Противник заметит повреждения и будет бить именно туда. Рома добился головокружительного успеха, одолев сильнейших тайбоксеров планеты. После боя у меня были неописуемые чувства. Я самый счастливый человек. Я решил сюда прийти, потому что это контактный вид спорта. Можно сказать, как единоборство. Он мне очень интересен и он зрелищный. Конечно, когда готовишься, есть небольшое волнение. А когда выходишь в ринг, уже чувствуешь себя здесь хозяином. В четвертьфинале Роману понадобилось меньше двух минут, чтобы отправить спортсмена из Таиланда в нокаут. Полуфинальный бой с белорусским спортсменом Ярославом Ивановым также завершился победой нашего спортсмена. А в финальном поединке на ринге спортсмен из Чувашии и боец из Молдовы Мариус Коваль. Главный тренер Александр Осипов вспоминает, кто-то был хорош в клинче, кто-то лучше боксировал. Роман был бесподобен во всем. Благодаря характеру его, морально, физическим качествам он молодец. Он пахал с утра до ночи, выполнил все установки тренера. И действительно, я в нем видел только чемпиона. И поэтому я могу сказать, что действительно мы поехали за золотом и привезли золото. Порхать, как бабочка и жалить, как пчела. Так и должен работать настоящий боксер. Мощное, эффективное и главное, вовремя предугадывать действия противника. В республике динамика развития тайского бокса достаточно успешна. Мы уже существуем около 10 лет и количество занимающихся на сегодняшний день это порядка 300 спортсменов. Трудолюбив, сдержан, настроен на победу. Так молодого спортсмена характеризуют тренеры. А сам Роман не намерен останавливаться на достигнутом. В ближайшем будущем собирается покорить новые вершины. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика. Это все новости на сегодня. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин